В ту ночь в городе почему-то не горели фонари. Было темно-темно. В такие темные-темные ночи всегда что-нибудь случается. Горожане давно легли спать, и ни в одном окошке не горел свет. Зачем людям свет, когда они спят? В эту самую темную-темную ночь по улицам бежали два никому не знакомых маленьких человечка и одна никому не знакомая собака. Они все время оглядывались по сторонам, шныряли в черные глухие переулки, пока не очутились на набережной, где слышно было, как совсем рядом шумит река и плюхаются волны о каменный берег. Плюх-плях, 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 тяф-тяф, сказала никому не знакомая собака. Брысь! Циркнул на собачонку никому не знакомый человек с большой рыжей бородой, с огромным кривым ножом и двумя пистолетами за поясом. Я слышу ветер. Неужели волны гудят? Неужели море? Ну да, заметил другой. Водичка плюх-плях, одна слякоть и сырость, и лягушки плавают. Он поглядел на темную воду с палочками, с тряпками. Нет, кажется, не лягушки. Ой, не могу. Я вижу кораблики. Где? Подскочил рыжей бородой. Где? Неужели кораблики? А нет ли там настоящего пиратского корабля? Нам очень пригодится такой корабль. Он мгновенно подбежал к берегу. Тьфу! Какое безобразие! Какие глупые деревяшки! Много маленьких, жалких, паршивых скорлупок и ни одного настоящего корабля. Ни корвета, ни фрегата. Ни одного. Проклятие! Ну, я им покажу. Бородач поднял камень и пульнул его туда, где качались на темной воде, наверное, потерянные кем-то самые разные кораблики. Батарея! Левый борт! Пали! Пив-паф! Ой-ой-ой! Скомандовал рыжебороды, запуская второй камень. Буль-буль! Тихонько булькнул один кораблик и пошел на дно. Буль-буль! Передразнил бородач. Буль-буль! Потопить экскадру пив-паф! Ой-ой-ой! Потопить согласился другой. Вот у меня хорошая пулика! Замечательная пулика! Пив-паф! Он подпрыгнул и бросил большой камень в жестяную лодочку. Буль-буль! Утонула жестяная лодочка. Буль-буль! Рявкнул тот, который с огромным кривым ножиком и двумя пистолетами за поясом. Батарея! Пали! Бац-бац! Летели камешки. Но в эту минуту пробили часы на городской башне. Бам-бам-бам! Когда над крышами замер последний бам, на берегу никого не было. Только собака тявкала в отдаленном переулке, потому что никак не могла догнать своих удивительных спутников. «Я больше так не могу!» простонал один. «Куда мы бежим?» «Уважаемый дядя!» «За нами, наверное, гонится!» Жутким шепотом ответил бородач. «Я слышал бам-бам!» «Ко-моему, за нами никто не гонится!» «Человек в плаще остановился!» «Другой тоже остановился!» «Они оглянулись, прислушались!» «Никого не было!» «В самом деле, очень удивился бородатый!» «Мы разбойники, а за нами никто не гонится!» «В книжках так не бывает!» «Я не разбойник, обиделся человек в плаще!» «А кто же ты?» «Я культурный, порядочный, воспитанный шпион!» «Я умею подглядывать, выслеживать, высматривать, вынюхивать!» «Я умею!» «Тю-у-у-у!» «Хлопнул его по спине бородач!» «Награждаю тебя кличкой!» «Разбойник Дырка!» «Очень хорошая кличка, если ты умеешь подглядывать!» «А я умею командовать!» «Левая руля!» «Правая руля!» «Я морской разбойник!» «Я пират!» «Я знаменитый капитан Буль-буль!» «Гроза морей пив-паф!» «Ой-ой-ой-ой!» «Очень рад с вами познакомиться, уважаемый пират!» «Ответил разбойник Дырка, с большой опаской поглядывая на такого свирепого соседа!» «Если бы кто-нибудь услышал их разговор, он подумал бы, что разговаривает один человек, а не два!» «По голоса!» «Р-р-р!» «Лохматая собачонка зарычала!» «Она хотела сказать, вы забыли меня!» «Хо-хо!» «Вот наш верный кусачий пес по имени Клякса!» «Пойди сюда, барбос!» «Позвал пират!» «Ну вот, вся моя банда, тьфу, команда!» «В сборе!» «Я назначаю себя капитаном-атаманом!» «Командовать буду я!» «Кто со мной не согласен?» «Все, конечно, согласились!» «Отлично!» «Сказал пират!» «Отлично!» «Я так и думал!» «А теперь пойдем и ограбим кого-нибудь, а то мне скучно!» «Зачем грабить?» «Я не умею!» «Обнапискнул рядовой участник банды-команды!» «Глупая башка!» «Где ты видела разбойников, которые не грабят?» «А?» «В книжках так не бывает!» «А если нас побьют?» «Я не боюсь!» «Я храбрый!» «Топай за мной!» «Приятель!» «Раз-два!» 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 «Разбойники вышли на большую дорогу!» Самоделкин положил в печку сколько можно было сухих листьев и тихонько подошел к больному. Карандаш спал неспокойным сном. Ему надо было пить горячее молоко, тогда он поправится, подумал железный человек. «Я не умею рисовать молоко, но я что-нибудь придумаю!» Он поправил одеяло и вышел на улицу. Печальный-печальный! В городе начиналось утро. Ночью деревья кажутся черными, а сейчас они были серыми, голубоватыми. С каждой минутой они зеленели все больше и больше. Стекла в домах начали светлеть, поблескивать. На бульваре появился дворник в белом фартуке с березовой метлой в руках для подметания дорожек. «Ну и ну!» Сказал дворник сам себе. «Каждую ночь столько листьев падает, а сегодня все дорожки чистые!» Разве дворник мог подумать, что это Самоделкин собрал все листья для печки? А Самоделкин стоял на городской площади, не зная, куда ему идти. Он еще ничего не придумал. На площади на ближних улицах в прохладном утреннем воздухе пахло свежим испеченным хлебом. А кто не знает, как необыкновенно пахнет горячий хлеб. Два ночных разбойника появились на дальнем углу площади. Самоделкин их не видел. Они тоже не видели Самоделкина. Разбойники остановились ошеломленные. Пират потянул носом воздух. Шпион понюхал воздух. «Как есть хочется!» – простонал он. «Аппетитно пахнет!» – проворачал пират, и в животе у него заурчало. «Я бы съел жареную акулу целиком с косточками!» «Ух, как я голоден! У меня такое впечатление, будто я никогда ничего не ел!» «Ой-ей-ей!» «Вам-вам-бам-бам!» Пробили часы на городской башне. Деревья стали совсем зелеными. На крышах, под крышами, на балконах, проснулись голуби, захлопали крыльями. Они, как сизое облако, спустились на площадь, и она стала голубой. К площади подъехал длинный грузовик, похожий на вагон. Подъехал и остановился. Голуби не обращали на него никакого внимания. Они заняли всю дорогу, и даже как будто совсем не думали с нее улетать. Грузовик сердито фырчал мотором, пыхтел, а голуби, важно, расхаживали по мостовой перед колесами и никуда-никуда не спешили. Тогда из кабины выскочил недовольный человек, в белом халате замахал руками. Кыш, кыш! Голуби неохотно взлетели. Человек пошел вперед, махая руками, а грузовик медленно поехал за ним через всю площадь. Он остановился рядом с большим кондитерским магазином, у которого ни днем, ни ночью не закрываются двери. Ночью в магазин привозят пирожные, конфеты, печенье, шоколад, а днем с утра до вечера конфеты, печенье, пирожные, шоколад уносят из магазина веселые покупатели. Грустные люди, невеселые покупатели в этот магазин почему-то никогда не заходят. От грузовика пахло ванилью, как от пирожного. Из магазина вышли рабочие, открыли кузов грузовика, начали носить в магазин ящики. Два разбойника осторожно стали подкрадываться к рабочим. Один шел впереди, а другой за ним, как будто он едва успевал подкрадываться. Рядом, кошачьей походкой, скользила черная клякса. — Ты им скажи руки вверх! — зашептал первый разбойник. — А я тут стоять буду. Как только они тебя испугаются, я выскочу и стану грабить. — Ну иди! Я не могу! Я слабенький! — взмолился другой разбойник. — Они мне даже не поверят. — Это вы скажите руки вверх! И я тут постою. — Сначала ты! — шепел первый. — Я потом! — отвечал другой плаксивым шепотом. — Не мешайте, ребята! — сказал рабочий, заметив грабителей. — Он их, наверное, не узнал. — Не мешайте, ребятишки! Вам надо спать в такое время. — Ну-ка, марш домой! — Руки вверх! — пронзительно заорал первый разбойник, подскакивая к рабочему. — Тебе говорят! Поднимай руки! — пискнул второй грабитель, стоя за углом соседнего дома. — Некогда мне с вами играть, ребята! — засмеялся рабочий, не оглядываясь. Он достал из грузовика ящик с ароматными конфетами. — Руки вверх! — завопил первый разбойник. — Рыгав! — рыкнула клякса. Рабочий повернулся и нечаянно задел грабителя ящиком. Разбойник отлетел далеко в сторону, махнув бородой по тротуару, как веником. Рабочий удивленно посмотрел вокруг и никого не увидел. Бедный грабитель сидел на мостовой за ближним домом. Другой разбойник и мохнатая собака непонятно как очутились в урне для мусора и выглядывали из нее скуля и дрожа. Рабочий успел отнести ящик в магазин, пришел за другим и встретил у машины самоделкина. — Это ты кричал? — спросил рабочий. — Нет, я не кричал. — Давайте я помогу вам носить ящики, — совсем как большой сказал самоделкин. Рабочий улыбнулся. — Ну, спасибо тебе, малыш. Вот получи за это конфетку. А я сам без тебя управлюсь. Ящик для тебя, пожалуй, тяжеловат. Рабочий не знал, почему так рано гуляет по городу маленький грустный самоделкин. Не знал, что одной конфетки для больного карандаша маловато. Нужны горячее молоко и свежий хлеб. Самоделкин хотел сказать об этом рабочему, но тут со всех сторон к площади подъехали грузовики, похожие на вагоны, окрашенные в разные цвета. Из кабин вышли недовольные люди в халатах и замахали руками на голубей. — Кыш, кыш, кыш! — махали они. Голубиные стаи носились над площадью, взлетали и опускались на мостовую, как только кто-нибудь переставал махать. И закрывали дорогу. — Я булочник, — сказал тогда один человек, — я везу хлеб. Скоро откроются магазины, горожане придут за хлебом, а я не успею привезти свежий хлеб. — Я везу молоко, — сказал другой. Скоро проснутся дети, но им никто не принесет молока, и мама не свалит вкусную молочную кашу. — Я не успею привезти молоко в магазины. — Я рыбник, — пожаловался третий. — Я везу рыбу. Каждый день я теряю много времени в дороге для того, чтобы разгонять голубей. Поэтому не всегда в магазинах бывает живая стерлят. — А я колбасник. Вожу колбасы, — хриплым шепотом сказал четвертый. — У меня болит горло, потому что я все время кричал «Кыш, кыш!» Я устаю махать руками на голубей. Голуби никого не боятся, никого не слушаются, даже милиционеров. Голуби не обращают внимания на сигналы светофора. — Мы не можем так больше работать, — зашумели все остальные. — Надо что-нибудь придумать. Об этом пишут все газеты. Ученые думают и ничего не могут придумать. — Как же быть? — Это неправда, — воскликнул Самоделкин. — Я придумал. — Кто это? — Кто? — Зашумели все сразу. — Это, наверное, какой-нибудь ученый-изобретатель, — сказал булочник. — Я его давно заметил. Он все время стоит и о чем-то все время думает. — Я придумал, — сказал Самоделкин. — Вам не надо будет кричать «Кыш, кыш!» и махать руками. — Дайте мне проволоки, деревянных палочек, пилу, молоток, отвертку, винты, клещи, разные тряпочки. Я покажу вам, что надо сделать. — Я везу деревянные рейки, — сказал плотник. — Бери сколько нужно. Я сам помогу тебе работать. — Я везу инструменты, — сказал слесарь. — Принимай меня в помощники. — А я дам проволоку, — сказал монтер. — А я материю на лоскутки, — сказал ткать. — Мы тоже будем помогать, — сказали все другие, снимая халаты. На другой день в газетах было напечатано «Необычайное изобретение». Вчера утром неизвестный талантливый конструктор изобрел то, о чем так давно мечтали все водители машин и милиционеры. Каждый гражданин может кататься по городу, не боясь наехать на голубя. На всех машинах будут установлены махаметьи. Махатель — так называется изобретение, о котором говорит весь город. Махатель состоит из простой деревянной рейки, прикрепленной к переду автомобиля. На конце рейки привязана тряпочка. Две проволочки соединяют рейку с двумя снегочистителями на переднем стекле машины. При движении мотор тянет проволочки то налево, то направо, и рейка машет лоскутками. Техники поражены простотой и очень гениальностью конструкции. К сожалению, в суматохе никто не узнал имени изобретателя. Непростительная ошибка. Но все это было напечатано в газетах на другой день. А пока Самоделкин бегал от одной машины на другой, показывал, подкручивал, привязывал, давал всякие разные советы, ровно через полчаса работа была закончена. Все благодарили Самоделкина, жали ему руки, приглашали в гости. «Булочник принес горячие булки. Это вам!» — улыбаясь от радости, сказал он. «Молочник принес два больших бидона с молоком, брусок желтого сливочного масла и банку сметаны. Рыбник принес рыбу, колбасник — вареную и копченую колбасу. Это мой подарок!» — прохрепел он. «Вы необыкновенный мастер!» Зеленщик принес фрукты, кондитер — пирожное с молоком, с конфетами, а слесарь подарил Самоделкину тележку для всех этих подарков. Самоделкин каждому говорил спасибо. Только мороженое ни за что не хотел брать, и мороженщик немного обиделся. «Видал?» — сказал пират, глотая слюнки. «Такому за мухарышки столько провианта!» «Везет людям! А нам с тобой кукиш!» «Хоть бы корочку дали!» — жалобно заныл дырка. Он успел незаметно для всех и для пирата украсть несколько булок и спрятать их под плащом. А теперь ныл просто так, для вида, чтобы ни с кем не делиться булками. Они были горячими, обжигали бока, но шпион дырка терпел. Автомобили, оснащенные махателями, свободно разъехались в разные стороны. Булочник уехал самым последним. Он долго искал свой белый халат, но так и не нашел. Халат украл. Дырка. У слесара пропала отвертка. Ее тоже прихватил дырка. На всякий случай. Может быть, у него такая привычка? Некоторые мальчишки собирают в карману разную мелочь. Камешки, старые гвозди, гайки, ракушки, пуговицы, проволоку и медяшки. Самоделкин, погрузив на тележку подарки, медленно покатил ее домой. Тележка была нелегкой. Он толкал ее, тянул, упирался ногами в мостовую, сопел, пыхтел, и тележка передвигалась понемногу. «Негодяй!» – зарычал капитан Бульбуль. «Он уходит, и я даже не могу ограбить его. Почтенные храбрые разбойники никогда днем не грабят. В книжках так не бывает». Дырка смотрел на Самоделкина, и невероятная мысль шевелилась в его маленькой голове. Он побледнел. «Я, кажется, придумал такое, такое!» – зашептал он и стал оглядываться кругом. «Ну-ну!» – тоже переходя на шепот, спросил пират. «Говори скорей!» «Нам надо схватить карандаша и заставить его, шпион оглянулся, и заставить его рисовать все, что нам захочется. Мы не будем изобретать махатели, не будем таскать ящики, ничего не будем делать, и у нас будет все!» «Карандаш нарисует все, все!» «Ура!» – заревел капитан Бульбуль, и тут же сам себе закрыл рот обеими руками. «Ура!» – шепотом сказал пират. «Я заставлю его нарисовать корабль. Не бывает морского разбойника без корабля. У меня будет корабль с огромными пушками. Я уплыву на нем в океан. В трюме корабля будет лежать солонина под названием комченая колбаса и бочонки молока. Тьфу! Бочонки вина! А потом… А потом… Капитан даже задохнулся от восторга. Потом он будет рисовать корабли, а я буду грабить их! О-о-о! И поджигать! И топить! Он корабль, а я грабить! Один за другим, один за другим!» «Тяф!» – гавкнула клякся. «Она хотела сказать, а я заставлю его рисовать мясные косточки. Одну за другой! Одну за другой!» «После меня ты самый великий разбойник!» – воскликнул капитан Бульбуль и обнял шпиона. Горячие булки прилипли к телу шпиона. «Ай!» – завопил он. Булки упали на мостовую. Одну из них тут же проглотила клякса. «Вот как!» – угрожающе произнес пират, поглядев на булки и на унылую физиономию приятеля. «Прятать от меня!» – он вытащил пистолет и навел его на длинный дрожащий нос приятеля. «Если ты еще раз меня обманешь, я тебя пристрелю. Так и быть, прощаю. Но ты пойдешь в дом этих маленьких бездельников и разведаешь, разведаешь, как можно схватить карандаша. Я боюсь, я слабенький!» – захныкал шпион. «Не разговаривать!» – расферепил атаман. «Беги, пока эта железная чучела Самоделкин ползет со своей тележкой!» К маленькому дому, спрятанному в кустах на голубом прохладном бульваре, подошел доктор. Кто прислал этого доктора, кто рассказал ему про больного карандаша, мы не знаем. Доктор был в белом халате. От него почему-то пахло не лекарством, а маковой сдобой. Может быть, он лечил больных маковыми сдобами? У доктора был длинный бледный нос и унылая физиономия. Он все время оглядывался по сторонам и прислушивался. Нырнул в кусты, оглянулся, на цыпочках подошел к двери, оглянулся, обежал вокруг дома, заглянул в окошко, потом шмыгнул в дверь, карандаш крепко спал. «Хе-хе», — сказал доктор, потирая руки. «Вот он где, жалкий карандашишка. Пока твой попрыгунчик тащится, мы тебя, хе-хе-хе, вылечим, вынесем, хе-хе, на свежий воздух, спрячем, хе-хе-хе-хе». Доктор был очень доволен. Он взял мохнатое полотенце и туго завязал рот спящему карандашу, потом быстро связал ему руки и ноги. Доктор потянул больного с кровати, но хлопнула дверь и вошел самоделкин. Один прохожий помог ему довезти тележку до бульвара, поэтому самоделкин так скоро пришел домой. «Доктор замер от неожиданности. Вы кто?» — спросил удивленный самоделкин. «Я ды-ды-ды-ды доктор», — пролепетал доктор, поглядывая как бы удрать. «Я настоящий ученый доктор. Моя фамилия, моя фамилия Пулькин. Пулькин моя фамилия. А как вы узнали про карандаша?» «Мы все знаем. А что вы с ним делаете?» «Глупый мальчишка», — осмелел доктор. «Я его лечу. Можно мне посмотреть?» «Ни коем случае», — совсем осмелел доктор. «Иди, мальчик, погуляй, а я тебя потом хихи позову. Я не буду вам мешать. Я тихонько буду сидеть». «Безмозглый железный мальчишка», — прошипел доктор. «А почему он связанный?» — спросил самоделкин. «Невежа», — возмутился доктор. «Больным нельзя разговаривать и шевелиться. Разве ты не знаешь это?» «Не мешай мне своей глупой болтовней. Лучше скорее беги в аптеку и попроси лекарства. Не то наш бедненький, миленький, хорошенький карандашик умрет и никогда-никогда не попробует пирожное, которое ты ему привез». «Самоделкин задрожал всеми своими пружинками. Скажите мне скорее, какое надо взять лекарство, и я побегу в аптеку», — сказал доктор. «Бура-мура-дура-пыр. Вот, наверное, самое редкое лекарство, раз оно так непонятно называется», — подумал самоделкин. «Только ученые-доктора знают про это лекарство». «Бура-мура-дыра-пыр», — твердил про себя самоделкин, в припрыжку несясь по улице. Он повернул за угол и с разбегу налетел на незнакомого человека с огромной рыжей бородой, в куртке, застегнутой на все пуговицы. Бородатый уплетал свежую булку. «Проклятие!» — сказал он. «Как ты смеешь бросаться на уважаемых честных людей!» «Простите, пожалуйста, я нечаянно». Самоделкину показалось, что бородатый подмигнул ему. «Я его где-то видел», — подумал самоделкин, и название лекарства мигом вылетело у него из головы. «Ой!» — сказал он. «Я забыл. Я забыл, как называется лекарство». «Кура-нюра...» — вспоминают... Самоделкин вспоминал. «Вы не знаете, как называется лекарство?» — спросил он у бородатого. «Какое еще лекарство?» — ухмыльнулся бородатый. «Знать не хочу твое паршивое лекарство». Самоделкин повернулся и побежал домой. «Стой!» — думаете, он догадался? «Ничего подобного. Он просто хотел спросить у доктора, как называется лекарство». «Стой!» — опомнился бородатый. «Какое тебе лекарство?» Но Самоделкин бежал, не оглядываясь. «Тебе говорят, стой, не беги домой». «Стой!» — тебе говорят. «Я тебе загадку загадаю. Стой! Сказочку тебе расскажу. Сказочку страшную, страшную. Вопил бородатый, стараясь удержать Самоделкина. Раздался короткий свисток. «Гражданин!» — строго сказал милиционер, загораживая бородатому дорогу. «Вы нарушили правила уличного движения. Тут нельзя переходить улицу. Я приезжий!» — услышал Самоделкин голос Бородатого. «Я больше не буду, честное слово, не буду!» Самоделкин вбежал на крылечко дома и чуть слышно приоткрыл дверь. Ему было очень стыдно, что он забыл название лекарства. Он хотел спросить у доктора. Но доктор, не замечая Самоделкина, злопых тел, стараясь взвалить себе на плечи связанного по рукам и ногам карандаша. Самоделкин все понял. Он отчаянно вскрикнул, схватил железную кочергу и трахнул доктора по ученой голове. Доктор взвыл, бросил карандаша. И как он побежал, он обогнал четыре троллейбуса, два мотоцикла, шесть велосипедов, одну легковую машину и четыре грузовика. Вот дает, вот дает, говорили мальчишки. Ух, дает. Бородатый гражданин, увидев бегущего доктора, сказал непонятно. Попались и побежал за доктором. Он догнал его только на краю города. В эту минуту Самоделкин вспомнил, где он видел физиономию бородатого человека и доктора. На рисунке Вени Кашкина.